Чего стоит ожидать от саммита BRICS в Уфе Виктория Перская, Михаил Эскендаров Рисунок к статье В июле в Уфе состоится саммит стран BRICS, где будет председательствовать Россия Саммит должен определить новые сферы взаимодействия и сформулировать предложения для поступательности и развития экономик стран BRICS Страны BRICS, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, представляют собой крупные государства Часть которых в географическом плане достаточно удалена друг от друга Их динамично развивающиеся экономики одновременно выполняют роль лидеров, оказывающих воздействие на экономики других стран в своих регионах Эта система взаимовлияний присуща региональной интеграции Читайте также, МИД РФ Председательство России в BRICS будет насыщенным Форум стран BRICS не следует воспринимать как объединение интеграционного типа А значит традиционные инструменты, внешнеторговые потоки и инвестиции Механизмы их либерализации здесь не являются определяющими Они могут выполнять только роль цементирующего фактора развития партнерских связей Отвечающих национальным интересам каждой из стран BRICS Таким образом, представляется неоправданная позиция ряда экспертов и аналитиков Пытающихся превратить форум стран BRICS в интеграционное образование И тем самым косвенно способствовать сохранению монополярной конфигурации мирового хозяйства Да и моноцентричности мирового сообщества в целом Между тем потенциал стран BRICS позволяет выступить им именно в качестве суверенных полюсов многополярности в мировом хозяйстве Однако такое позиционирование стран BRICS не по вкусу оппонентам Нарушает уже сложившуюся систему монополярности Где доминирующая роль принадлежит США, поддерживаемую группой стран Большой Семерки Более того, со стороны США сегодня идет жесткое противодействие переходу к многополярности Так, в обзоре Минобороны США Quadrennial Defense Review 2014, определяющими национальные стратегические приоритеты, включая военную сферу Указывается, что в рамках глобальной безопасности И именно Америка к 2020 году должна оставаться единственной страной мира Способной обеспечивать своей военной мощью сложившийся миропорядок Страны BRICS в такой сценарий не вписываются И в связи с этим становятся объектами пристального внимания и ареной контрмер В США считают, что Россия, обретающая свое геополитическое влияние как на постсоветском пространстве, так и других регионах мира Представляет собой главную опасность для США и его западных союзников в стремлении к многополярному миру Увеличить вместе с тем аналитики и эксперты США задаются вопросами В состоянии ли экономика России обеспечить и выдержать то независимое внешнеполитическое позиционирование в мировом сообществе В том числе военную модернизацию, которую декларируют Акцентируется и то, что сегодня Россия изолирована от основных источников мирового капитала От инноваций и новых технологий, к которым так привыкли российские бизнесмены в последние 20 лет Не случайно поэтому и продление санкций со стороны США по отношению к России, последовавшие 4 марта 2015 года Как указывается в Национальной стратегии безопасности США 2015 года США намерены с помощью санкций и других видов воздействия повышать непроизводительные расходы России Но при этом держать двери открытыми для сотрудничества, отвечающего национальным интересам США Налицо – открытая политика противостояния суверенности России как на региональном уровне, так и в рамках развития партнерских отношений форума BRICS Активная политика США в отношении Индии, Китая и Бразилии, направленная на втягивание этих стран в систему экономических интересов США и прикрытая лозунгами стратегического партнерства На деле преследует размывание потенциала взаимодействия стран BRICS и возможности формирования ими единой политико-экономической, дипломатической стратегии Усиление взаимодействия Китая со странами BRICS не служит интересам глобального управления США И задача Америки – сдерживать Китай от нежелательного партнерства со странами BRICS При этом американские стратегии не исключают даже возможности развития внутрирегиональных конфликтов в КНР таких как на Тибете, в Синьцзяне и на Тайване, а также в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях Читайте также Россия вложит в Банк развития BRICS 2 миллиарда долларов за 7 лет Индия оценивается США в качестве своего стратегического партнера на базе двустороннего взаимодействия и в рамках глобального мирового хозяйства При этом особое внимание отводится ее военно-промышленному комплексу Совместным исследованием по аэронавтике и изучению космического пространства Развитию продовольственной программы, предпринимательства и инновационного партнерства Под прицелом и диалог в области высшего образования В том числе с использованием грантовой системы США Сотрудничество в сфере биотехнологий, фармацевтики и медицинского оборудования Развитие связей между Резервным банком Индии и Федеральной корпорацией по страхованию депозитов США Названы также и разнообразные сферы партнерства в градостроительстве, развитии водного хозяйства Изучение изменения климата в Бенгальском заливе, во внедрении атомной энергетики Конечная цель стратегии Также отсечь Индию от углубляющегося альянса со странами BRICS, от тех сегментов и секторов, которые могут явиться взаимоприемлемыми сферами для двумногостороннего взаимодействия с ними Особенно с Россией Поэтому у США на Индию большие и дорогие планы В качестве дополнительных мер направить более 4 миллиардов долларов в торговлю и инвестиции, поддерживая тысячи рабочих мест в обеих странах Для этого экспортно-импортный банк выделяет до миллиарда долларов на проект, сделанный в Америке с последующим экспортом в Индию ОПИК Агентство по страхованию инвестиций, дано задание поддерживать кредитование малого и среднего бизнеса по всей Индии Это принесет стране более доллара 1 миллиард в виде займов для инвестирования сельских и городских рынков Агентство торговли и развития США тоже озадачено Оно направит инвестиции в сумме примерно доллар 2 миллиардов производства возобновляемых источников энергии Таким образом, простое упование России на то, что созданный форум стран БРИКС уже сам по себе является важным структурным элементом перехода к многополярности Излишне оптимистично Никто из стран Большой Семерки добровольно не отступится от тех ведущих позиций в мировом сообществе, какие занимают сегодня И для этого в числе прочего будут задействованы все доступные форматы давления, двусторонние, в рамках G7 и G20 По созданию напряженной ситуации в пограничных районах, введению всевозможных препон, мешающим партнерским связям в рамках формирующихся полюсов мирового сообщества Отдельная линия развития партнерских связей Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР Сегодня, это система отношений, основанная на равноправном взаимодействии, на возможности реализации единой стратегии с учетом национальных приоритетов Чтобы воплотить ее на практике, необходима активизация участия всех стран в уже принятых и предлагаемых к принятию документах стран 20 Например, потенциал стран БРИКС в процессе подготовки саммита в Брисбене в 2014 году был недостаточно учтен в уже принятом пакете инициатив В связи с чем координаторами решения задач саммита 20 были поставлены преимущественно страны Большой Семерки Саммит БРИКС в Уфе должен учесть этот прокол и помочь выработке консолидированной позиции в части инициатив, рассматриваемых и реализуемых в рамках группы 20 Читайте также, министр связи РФ призвал страны БРИКС объединить рынки Следовательно, необходимо дипломатической службе стран БРИКС, привлекая специалистов-отраслевиков, с гораздо большим напором участвовать при подготовке решений ЧИИ 20, несмотря на противодействие со стороны развитых государств В этой статье мы не сможем указать все направление углубления взаимодействия стран БРИКС Но хотим еще раз подчеркнуть, что оно должно быть подчинено национальным интересам внутреннего странного развития, которые находят свое отражение в стратегиях национальных экономических политик стран БРИКС Для успеха необходим также учет ментальности каждой нации, ее философии и традиций, сформировавших приоритеты Так, например, в Китае конфуцианство зола жила основы формирования психологии восприятия происходящих изменений в обществе и собственно условий жизни населения Понимание и уважение этого мировоззрения позволит вносить предложение по взаимодействию с КНР именно с учетом внутреннего человеческого потенциала и склонности к тому или иному виду деятельности В противном случае партнер просто не услышит, а если и услышит, то не отреагирует в позитивном ключе Этот тезис применим к Индии, ЮАР и Бразилии На наш взгляд, партнерские отношения стран БРИКС могут и будут иметь поступательное развитие только в тех секторах и сегментах, которые отвечают национальным приоритетам и интересам Правомерен вопрос, а что же тогда в современных условиях представляют собой национальные интересы стран БРИКС? Это динамичное развитие национальных хозяйств для обеспечения повышения уровня жизни населения Это возможность реализации личностных потенциалов граждан при условии сохранения национально-этнических и религиозных убеждений Это обеспечение социальной стабильности и защищенности национальных территорий, государственной безопасности Это снижение диспропорций в уровне доходов граждан и регионов внутри стран Это развитие гражданского общества и демократических свобод, не нарушающих традиционные устои государственного строительства и отвечающих требованиям самоидентификации наций в мировом сообществе Читайте также